Сухой кашель, слезы из глаз и выделение из носа, возможные удушки. В таком описании себя легко узнают аллергики. Для них весна запоминается прежде всего тем, что это сезон пыления, когда все вокруг цветет и пыльца разлетается по воздуху. Нельзя выходить на улицу в период активного пыления. Наиболее высокой концентрации пыльцы в воздухе – это ранние утренние часы, это, как правило, сухая безветренная погода. У аллергии нет возраста, продолжила Ирина Григорьева. Да, есть те, кто рождаются с предрасположенностью к аллергии, но проявиться она может в любом возрасте. Есть и другая аллергия – перекрестная. Возникает она, когда организм-аллергика принимает белок одного вещества за белок другого. И начинается реакция. Из-за сходства самих растений схожи их белки. Так, например, если у человека аллергия на пыльцу полыни, то может быть такая же реакция на яблоки или болгарский перец. При аллергии на пыльцу растений, на пыльцу деревьев, люди не должны употреблять в пищу такие продукты, как морковь, сельдерей, орехи, косточковые, как в сыром виде, так и в виде соков. Есть в широком доступе, в том числе в интернете. Есть специальные таблицы и громадное количество, в которых указаны конкретные варианты перекрестной аллергии, и пациенты, безусловно, должны с ними быть ознакомлены. Есть специальный сайт allergotop.com, где можно посмотреть актуальную информацию о периоде цветения растений. Врачи также напомнили, что при возникновении аллергической реакции следует обратиться к специалисту. Он пропишет необходимую схему лечения, которой и стоит придерживаться. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».